Дружина твоя князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Эх, времена» и я, Михаил Лицарев. Сегодня в гостях мой друг, коллега Павел Андреевич Чемоданов, также историк, оба мы с ним кандидаты исторических наук, только в разных местах мы работаем, я в Вятском государственном университете, а вот Паша работает, собственно, в Краевическом музее. И мы решили взять вот такую тему, сразу же скажу, у нас было на выбор несколько их, но мы решили начать именно с этого. Мы решили провести аналогии волнений, общественных волнений, социально-политических волнений конца 19-го, начала 20-го веков и с тем, что вот у нас тут вот было. Мы хотим разобраться вообще, а есть ли смысл что-либо сравнивать? Есть ли вообще смысл говорить о том, что происходило, как происходило? И сразу же мне вспоминается, как, наверное, где-то лет 10 назад я увидел где-то в каком-то магазине на просторах интернета футболки, что типа повторим 1905 год. Я, конечно, тогда немножко так поулыбался, я думаю, боже, повторять 1905 год, это вообще как бы очень даже как-то уже за год обречено на провал. Вот, но, понимаете, многие в любом случае говорят о своеобразной цикличности. Вот мы постараемся разобраться, а вообще цикличность в социально-политических настроениях есть она? Можем мы вообще говорить о том, что что-то происходит одинаково или нет? И сразу же, вот просто вот сразу же, как я люблю рубить с плеча, да? Паша, забегая наперед, вот как ты считаешь, есть что-то схожее или нет? Ну, из черт какого-то сходства я вижу только одно, что и там, и там мы имеем дело с какими-то волнениями, с какими-то потрясениями, с недовольством людей чем-то и так далее. Но на этом, на мой взгляд, сходство заканчивается, потому что любые движения это плоть от плоти того общества, в котором они формируются, развиваются, протекают и так далее. И если мы, в общем-то, возьмём то, что часто поминал, 905-й год, скажем, и нынешнее наше время, то есть сто с лишним лет прошло, очень много чего страна пережила за это время, и совершенно другая структура социальная в обществе, совершенно другая ментальность населения, требования, подоплёка волнений, цели их совершенно другие. Поэтому я бы поостерёгся здесь проводить прямую аналогию. Да, даже, мне кажется, косвенную. И вот мы сегодня в процессе как раз об этом поговорим. И, дорогие друзья, сразу же отмечу, что у нас два выпуска будет посвящено вот именно этим моментам, да, истории. То есть начало 20-го века, первый выпуск, мы делаем социально-психологические аспекты, то есть психология, как вообще воспринималась всё людьми в конце 19-го, начале 20-го. Поговорим о Первой русской революции 1905-1907-х, а уже во второй передаче мы будем беседовать о, безусловно, феврале и октябре, да, как в советской историографии говорилось «Великий октябрь». Вот, а Первая русская называлась первой российской буржуазной, собственно, революцией. Вот мы как раз вот это всё затронем, и, конечно же, в привязке к нашему времени. Так вот, вообще революция, Первая русская революция в Вятской губернии, а отмечу, что в 1905-1907 годах это всё-таки была Вятская губерния, революция протекала очень даже интересно. Некоторые исследователи наши, они говорят, что да тут вообще ничего не было, революции не было, никаких вообще волнений не было, ничего не было. Это вообще какая-то ерундовина, с чем я в действительности в корне не согласен, потому что у нас были и убийства, и покушения, и если рассматривать, допустим, уезды, да, тем более если рассматривать заводские поселения, такие там, условно, как Белая Холуница, как тот же самый Ижевск, там вообще, собственно, происходили, на самом деле, страшные вещи. То есть убивали жандармов средь Белодня прямо на крыльцах их домов. И также, собственно, у нас здесь отбывали ссылку очень даже известные люди. То есть ни одним Салтыковым-Щедриным, да, ни одним Михаил Евграфовичем, собственно, мы живы, так скажем. То есть у нас здесь были, например, вот я сейчас просто пофамильно, да, Бауман, Ганшин, Князев, Воровский, Дзержинский, Стучка. Вот, например, 4 февраля 1909 года жандармы привезли в вятку Иосифа Виссарионовича Сталина в Джугашвили. Вот, его ссылали в Сольвычегодск, а вятка была одним из пересыльных пунктов достаточно трудного вот этого пути. Вот, а 8 февраля после четырёхдневного пребывания в тёмной сырой вятской тюрьме больного возвратным кифом Иосифа Виссарионовича перевели в губернскую земскую больницу, которая как раз вот находилась у нас с вами на перекрёстке, получается, Октябрьского и Московской. Вот, если мне память не изменяет, если я всё правильно помню. Вот, в январе, допустим, 1919 года, да, Сталин вместе с Дзержинским вернулись, вернулись в вятку, чтобы по поручению ЦК расследовать причины сдачи Перми третьей армией. И здесь же, собственно, они установили, что в вятке не было вообще никакой связи между правительственными учреждениями Москвы и губернского центра. То есть связи, как таковой, вообще, в принципе, не было. А комитетами бедноты окрестных деревень руководили кулаки. И это всё как бы вот мы просто вот говорим о том, кто здесь был, что здесь было, но всё же, когда мы говорим о революции, да, стоит всё-таки вернуться к некоторым таким базовым моментам. А что такое вообще эта ваша революция? Когда мы рассматриваем вообще именно политологически вот это всё, у нас есть эволюция, есть инволюция, а есть революция. Эволюция – это постепенное развитие, то есть переход на какие-то новые, скажем так, стадии развития, да, вот как был там, условно говоря, там, австралопитек, да, там, гомоэректус, да, по итогу стал гомосапиенс. Вот это эволюция. А инволюция – это наоборот. Это постепенная такая деградация, так скажем. То есть это скатывание вниз. А вот революция – это термин, который зачастую применяется, чаще всего применяется либо в экономике, либо, собственно, в политике. И революция обозначает качественно иной переход на абсолютно другую платформу. То есть вообще совершенно радикальный переход. Условно говоря, у нас была с вами рыночная экономика, да, стала плановая экономика. Это будет экономическая революция в первую очередь. И что же, собственно, было здесь? То есть говорить на конец XIX, начало X века о революции, именно о революции, значит, в принципе, так-то не приходилось. Это было, безусловно, бурление. Это, безусловно, были первые шаги, как, собственно, сказал позже Ленин, что первая русская революция стала тем кирпичиком, без которого не могло быть октября. То есть это вот была характеристика Ленина. Именно тогда, в пятом-седьмом годах, происходила апробация, да, то есть опробование методов революционных действий. Вот мы специально не стали брать там ни декабристов, ни народовольцев, потому что это всё-таки давненько. Это давненько со всех точек зрения, да. То есть первая русская революция, вот первый такой, как это на украинском языке, крок, да, шаг. То есть первый шаг к развитию. Миша, слово-то можно взять, а то такой, знаешь, монолог. Не, я просто тоже хочу включиться в разговор по революции. Дело даже не в том, что, может быть, давненько народовольцы или декабристы были, а в том, что это ведь не массовые были движения по-настоящему. То есть это была группа интеллигентов, дворян до этого, если мы декабристов возьмём. А вот в годы первой русской революции всё-таки действовали уже огромные такие массы народа, и, наверное, поэтому действительно о ней говорить актуальнее применительно к дню сегодняшнему. Всё, извиняюсь. Паш, ты меня прерывай, потому что, ну, ты же сам знаешь, я же как если начну, так это всё, это можно до завтра говорить. И вообще мне больше всего, что нравится, вы, дорогие друзья, не подумайте, что тут там пропаганда, не пропаганда, видите, мы профессиональные историки, и, конечно же, мы работаем с источниками, то есть напрямую, да, мне очень нравится, когда ты говоришь, ну, вот в Российской империи экономическое положение было вот таким, а политическое положение было вот таким. Там, допустим, в нашей стране было 87% крестьян. Тебе такие, да ну, это всё большевистская пропаганда, это всё коммуняки, это там прочее-прочее. Ты говоришь, да нет, вы знаете, это как бы, собственно, книга, которая была издана в 1912 году отцом Библио-психологии и фактической статистики Рубакиным, вот. И это, кстати, да, очень интересно. То есть революция, на самом деле, первая русская революция происходила в условиях экономического кризиса, я бы даже сказал экономических кризисов, потому что в конце 19 века, в последнюю пятилетку 19 века голод, в начале 20 века, в первую пятилетку голод плюс кризис, массовые сокращения рабочих, в том числе на Ижевском оружейном казённом заводе, только русско-японская война 4-5-го годов, да, которая завершилась подписанием Портсмурского мирного договора, только, собственно, она дала, вот, скажем так, стимул госзаказам, понятно, стали снова набирать рабочих, но был явный кризис, был вообще огромный кризис. И мы берём Рубакина. Что мы там видим? Количество крестьян, 87%, напомню, население Российской империи составляло почти, там, 179, это вот если округлять, там, 178 с копейками, да, миллионов человек. Вятская губерния была третья, третья в Российской империи по численности населения. Вятская губерния проживала 3 миллиона 300 тысяч с гаком, там, вот, в тысячах, там, немножечко ещё, да, то есть, понимаете, третья на всю Российскую империю. И какие были условия? Да, плохие. То есть, прямо скажем, плохие. Ситуация с 17-м годом не сильно поменялась. То есть, ну, например, вот смотрите, когда мы с вами берём образование, грамотность, многие забывают одну простую вещь. Российская империя, в принципе, была почти безграмотной. 91% населения страны не умел писать и читать. То есть, о каких мы с вами говорим там заводах, условно говоря, о каких мы говорим с вами промышленных революциях, если люди-то говорить-то не умеют. Они друг другу там что-то считают. Вам тут нужно чертежи какие-то придумывать. Да вы читать-то ещё даже не умеете. Вот. И, понимаете, это один из факторов, да, это вот один из факторов, по которым мы не можем даже сравнить события, которые происходили вот тут вот недавно, да, и то, что было тогда, в конце, в начале века. Это один из факторов. Во-первых, образование. Во-вторых, это, собственно, как раз социально-классовая система. То есть, там ещё же всё-таки были дворяне, были помещики, были купцы. Ну, понятно, сейчас мы можем провести аналогию с частными предпринимателями, да. Были мещане, были крестьяне. Само крестьянство делилось на бедняков, на середняков и на зажиточных крестьян. То есть, понимаете, социальный лифт в Российской империи – это ого-го-го-го-го-го. Вот. Кстати, по поводу образования. Да, я тоже вот хотел пару слов здесь вставить. Дело в том, что ведь разные революционные движения, они упирали на разные слои населения. То есть, в чём, скажем, был грех народников с точки зрения Ленина? Он об этом много раз писал, что крестьянство не тот слой в России, который может стать ядром революции. Ну, хотя бы в силу того, что он действительно безграмотный. Крестьяне разобщены, они раскиданы на огромных пространствах, они не могут объединиться в относительно какие-то большие группы, только малые какие-то, да, там, бунты крестьянские часто бывали, под единым руководством. А вот рабочие, они, хоть их и немного, сосредоточены компактно в городах, они, как правило, умели читать всё-таки рабочие, и поэтому можно было литературу какую-то, брошюры, листовки среди них распространять. Ну и, конечно, у рабочих было так называемое классовое осознание, в отличие от крестьян. То есть, они начинали себя осознавать как класс, у которого общие единые интересы. Вот, а крестьяне не осознавали. Вот я такой, тоже расскажу байку историческую, но она очень похожа на правду, что когда началась Первая мировая, ну, велось что-то вроде агитации тоже там в местностях, и в армию, и вообще как бы патриотической народу объясняли, что хоть за война-то идёт. И где-то в Псковской губернии агитатор выступал перед местными крестьянами, они всё так выслушали, значит, это его многоминутное выступление на тему того, что вот там Вторая Отечественная война, её так тогда называли, пытались преподнести, что вот там Россия воюет с Германией. И один мужик встаёт и говорит, слушайте, я одно не понимаю, а Псковский-то за кого? То есть, в общем-то, крестьяне не осознавали себя даже как этнос, единый русский, да, не то что уж как класс. Но это вот к слову о том, что есть крестьянство, и Вятская губерния, которая была крестьянской ещё в большей степени, чем вся остальная Россия, она здесь вообще показатель очень... Ну, она показательна. Да, ведь опять же, если мы, допустим, берём ежегодные статистические сборники, которые выпускались под редакцией Спаскова, что мы видим? Мы видим, что, допустим, население городов, а всего у нас было 11 городов и один заштатный, то есть, всего итогов 12, население городов варьировалось от трёх до восьми тысяч человек. То есть, давайте возьмём верхнюю планку, да, восемь тысяч человек. Вот у нас итогов с вами получается девяносто пять. Да чёрт с ним, давайте округлим, сто тысяч. Вот получается у нас с вами сто тысяч человек в городах. А куда остальные-то три миллиона двести-то девать? А они-то где? Они в сельской местности. А они в сельской местности, да? То есть, это ещё один, на самом деле, фактор, отличный от того. Сейчас всё равно большинство людей – это жители городской местности. Это в любом случае жители городов. Городов, да, которые живут городским образом жизни, которые очень отличаются от сельского. Да, конечно, то есть, и это жители городов. Тогда жители сельской местности совсем вообще другое. Кроме всего прочего, если говорить о социально-психологических аспектах, многие, вот ты сказал, кстати, по поводу байки, я ведь тебе скажу, что мне кажется, что это совсем даже не байка, потому что даже, подожди, это при ком было-то, по-моему, при Александре Втором как раз распечатывали специальные брошюры о том, что такое картошка. Потому что крестьяне вообще не засаживали ничего картошкой и считали, что это вообще дьявольские клубни какие-то. Что, типа, как это вообще может расти? «Ребята, алё, середина девятнадцатого века!» То есть, ну, так вот, грубо говоря, это какое колено-то получается? Это пра-пра-пра бабушка наша? Ну, что-то вроде того. Да, то есть, это так-то, на самом деле, совсем недалеко. Это вот совсем рядом. И, понимаете, и здесь, опять же, да, то есть, мне кажется, это совсем не байка. И ведь, правда, писать-то и читать мало кто умел. И здесь, опять же, да, стоит что сказать? Небольшое количество школ в действительности. Церковно-приходские школы, да ну, бросьте. Кроме всего прочего, при Александре Третьем, понятно, со всеми его, скажем так, надзорами университетскими, вот за всем за этим, конечно же, последовали большие возмущения в студенческой среде. Но также ведь был еще и циркуляр номер 14 от 1887 года, циркуляр у Кухаркиных детях. Да, который, в общем-то, социальные лифты и без того, невеликие, вообще перекрывал в Российской империи. Да, 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 да. Мало того, что он перекрывал, мне больше всего нравится, когда ты сидишь там, условно говоря, где там краем глаза видишь какой-нибудь центральный телеканал, какую-нибудь передачу аналитическую, где там все у барьеров-то сидят там, стоят, рассуждают. И вот какой-нибудь Жириновский, словно говоря, вот, большевики же что говорили? Кухарка будет править страной. Да как кухарка может править страной? Это вообще что такое? Вообще, ну, люди не понимают высказывания как раз Ленина, да, потому что он-то говорил в привязке как раз к этому циркуляру о кухаркиных детях. В чем суть данного циркуляра? По этому циркуляру дети нищих, дети беднячества, дети прислуги, обслуги, дети проституток и прачек не имели права получать какое-либо образование. И формулировка была классная, за ненадобности. А вот, то есть, и таким образом как раз из Одесской гимназии был отчислен Корней Иванович Чуковский. Так, как хочется сказать, алло, ребята, человек Серебряный век породил, вот, ну, фактически. То есть, человек дал дорогу там тому же самому блоку, которого печатать не хотели. Он открыл, собственно, российской поэзии вообще многих и многих. То есть, письмо, рекомендательное письмо от Чуковского считалось вообще знаком качества. Этого человека сразу же брали в печать, понимаете? То есть, но он был вот без образования. Да, вот эта идеология очень, конечно, интересная была. У этого циркуляра вообще, видимо, у самого режима тогда какой-то социал-дарвинизм это. То есть, в общем-то, что действительно дети-прислуги, они должны оставаться детьми-прислуги. Вот, конечно, я думаю, вот по этому аспекту нашего прошлого тосковать точно не надо. Да, это точно, это абсолютно точно. И мы, собственно, когда рассматриваем и проводим какие-либо аналогии, да, то есть, мы должны понимать, вот недостатка образования, на самом деле, люди-то жили, вот они рождались для того, чтобы, собственно, работать, для того, чтобы впахивать. Зачастую это было всё в условиях мононокулярной семьи, то есть, это семьи, когда все живут рядом, да, то есть, вот эти вот крестьянские подворья. Знаете, в фильмах-то нам, конечно, красочно это всё показано, а на самом-то деле ничего красочного нет. Нет, конечно. Вот. Особенно, когда ты читаешь периодическую печать и там что-нибудь там типа «Новости из села». Вот читаешь там газету «Вятский край» там за условный там 904 год, там «Новости из села», и ты читаешь, как на одну крестьянку обвалился, значит, обвалилось крыльцо, она покормила коров, вышла на неё это всё дело, обвалилась, и под сугробами она, в общем, померла. А потом ты читаешь, как крестьяне, собственно, уезжали на ярмарку, оставили двухлетнего ребёнка, собственно, в доме одного, а он забрался в ступу и в закваске утонул. То есть, вот понимаете, вот на самом деле мрачное, чёрное, вот такое вот всё пропитанное сажей и пылью, вот такое, понимаете, вот это вот. — Совершенно верно. Я вот этих историй тоже начитался и даже наслушался в своей семье. Вот младенческая смертность дореволюционной России была на уровне одной трети. До года младенцев треть умирала из-за полной антисанитарии, из-за отсутствия медицины, из-за того, что за детьми толком никто не следил, потому что не было возможности такой. Ну вот, допустим, у меня у прабабки была семья пять детей, но это типично тогда было большие семьи, вот двое умерли в младенчестве. Это вполне себе семейная история и не похожа на большевистскую пропаганду в данном случае. И тоже слышал историю уже по другой семейной линии, как детей маленьких, если не с кем их было оставить, если там старшие братья и сёстры тоже уходили помогать, их просто могли привязать к столу верёвкой. И сколько, в общем-то, детей задавилось таким образом, одному богу ведомо, и я уж молчу про уровень медицины, который тогда был там один земский врач на несколько десятков тысяч человек, это очень хорошо описано у Булгака, вот у него эти записки нового врача, Морфий, я в школе ещё прочитал, я так впечатлился, то есть там ужас просто. Роды принимались так называемыми повивальными бабками, которые ничего не знали, не умели там, вот этот же Булгаков пишет там, привезли роженицу, а у неё там вот откуда должен ребёнок, и сахар везде. Почему, спрашиваю, да, бабка повивальная, говорил, ребёнок никак не идёт, так надо его сахарком подманить. То есть вот этот вот уровень, скажем так, знахарей так называемых и народной медицины тогдашней, действительно, это очень затхлая, мрачная атмосфера, по которой, в общем-то, тоже тосковать, ну, не доскуется, если узнаешь, как это было на самом деле. Мы сейчас, у меня вот очень мой близкий друг, Роман Юрьевич Лагош, один из лучших акушер-гинекологов, он говорит, Миша, ты понимаешь, вот у нас, говорит, вот смертность среди новорожденных, она ведь крайне низкая, там, ну, максимум процент, это и то вот надо вот постараться, чтобы был хотя бы процент смертности. То есть это либо какие-то врождённые, либо вот что-то вот было где-то во время беременности, а представьте себе, что в Российской империи смертность среди новорожденных была второй в Европе, в Старом Свете, второй в Европе. На первом месте была Норвегия, 57%, а у нас 55%. На тысячу новорожденных 55, да, то есть 550 детей мёртвые. То есть, ну, вообще жуть, кошмар, и это реально просто, вот просто какую-то тлен и безысходность. И в этом во всём, понимаете, вот в наше же время, как молодёжь-то, она вот тлен, безысходность, вот эта вся вечная депрессия, да какая тут, дорогие мои друзья, депрессия. Вот она, депрессия. И вот в этом вот во всём, да, как раз находились, в любом случае находились люди, сторонники каких-либо социально-политических мыслей. Почему мы не можем, допустим, сказать о времени там середины, вот ты как раз, Паша, сказал, да, что это были события, там середина народовольца, да, там чёрный передел, там декабристы те же самые, что это были события, которые затрагивали крайне узкие прослойки, скажем так, да, населения. Почему мы так говорим? Потому что политическая вообще, в принципе, жизнь как таковая начинает формироваться только в конце 19-го, начале 20-го. Партия РСДРП, да, это начало 20-го. Партия эсеров, самый конец, собственно, 19-го. Одни самый конец 19-го, вторые самое начало 20-го. И именно тогда начинает проводиться уже такая серьёзная агитация, начинают печататься газеты различные, ну, в первую очередь, конечно же, искра, да, печатаются газеты, печатаются прокламации, распространяются везде. И именно тогда начинает что-то как-то где-то происходить. И опять же, здесь, да, вот мы с самого начала сказали, революция. Переход на что-то качественно другое. А я не понимаю, что может сейчас качественно другое сделаться. Ну, я вот тут тоже поделюсь, мы все смотрим, скажем так, ленту у себя в смартфонах, в компьютерах, и иногда вылазит то, что сейчас называть модно мемами. И вот я видел хороший мем на тему революции, то есть там такая картиночка, вот когда дворец олигарха А переходит в дворец олигарха Б, это переворот. А вот когда дворец олигарха А перешёл в дом культуры для всего народа, это революция. Ну, не знаю, что у нас может поменяться качественно, это уж, как говорится, пусть каждый сам для себя решает. Но факт тот, что для революции всё-таки, на мой взгляд, это субъективно очень, нужна какая-то цель чёткая. Да, нужна цель, хоть это и не модно, нужна идеология, то есть взаимосвязанная система каких-то идей, стройных относительно. Вот, у нынешних революционеров я вот этого не вижу. То есть ни единой цели, ни идеологии, то есть за что, понимаешь, когда шли рабочие в годы первой русской революции, в 17-м году, они выступали за конкретные вещи, за восьмичасовой рабочий день, за повышение заработной платы, за улучшение условий труда, но какие-то вот конкретные, вполне осязаемые вещи. За что выступают сейчас? За честные выборы. А что такое честные выборы в их понимании? Вот тут очень спорно про что-то, как в США, что ли? Ну, я вот следил за всеми этими выборами американскими, но вот хоть убейте меня, может быть, я тёмный человек, далёкий от демократии, но это дебилизм какой-то, то, что там происходит. То есть, ну, это правда, когда президенту, который уже ушёл от власти, на полном серьёзе хотят объявить импичмент, где логика? Где логика в их выборщиках там всех, которые от штатов? Я не вижу здесь во всей этой системе того, что я хотел бы видеть в России, например, да? И, собственно, за что мы выступаем-то? За то, чтобы там, не знаю, кого-то выпустили из тюрьмы, что ли? Но это не та цель, которую нужно ставить во время революции. Но я к тому, что вот тогда была и революционная ситуация, и революционное движение. Сейчас я бы это так не назвал. Это просто некие стихийные какие-то волнения, которые завязаны на интернет, на манипуляции, кстати, которых очень много. То есть, и когда вот эта молодёжь идёт подставлять шею, она не осознаёт, что она подставляет шею-то не за конкретные свои интересы, как рабочие в 905 году, а не за что. Ну, это вот моё субъективное мнение, которое никому не навязывают. Дорогие друзья, мы прервёмся ненадолго на рекламу. Оставайтесь с нами, скоро услышимся. Эх, времена! И это снова Эх, времена. Я Михаил Улицарев, и сегодня в гостях у меня мой коллега, друг Паша Чемоданов. Да, вот мы как раз закончили на том, что там одно подставляет другое, да, не нужно подставлять шею и прочее, прочее, прочее. Тут ведь ещё стоит вот что сказать. Когда мы говорим о... вот на самом деле всё уже сказано. И вот всё было сказано давным-давно, но мне тут очень понравилось высказывание, что что такое люди в интернете? Люди в интернете, вот каждый обладает каким-то... у каждого есть мнение по любому вопросу, но нет знаний. Вот каждый что-то знает, точнее, каждый имеет мнение, да, но никто ничего не знает. И, понимаете, мы... к чему сейчас... это я всё к чему. В конце XIX века была издана, в принципе, классическая работа по социальной психологии, автор Сапион Сигеля «Преступная толпа». В середине, собственно, XX века, опять же, ныне также классическая работа Сержа Московича, да. И, понимаете, всё уже сказано. Боже мой, мы настолько ленивые, что мы даже не можем просто где-то в каких-то вопросах разобраться. Даже в вопросе демократии. Алё, какая демократия? О чём вообще мы с вами говорим? Давайте мы возьмём с вами изначальную демократию, которая была в Афинах. Вот система полисов, да, вот, собственно, у нас с вами есть горожане, а чтобы стать горожанином, нужно было пройти финансовый ценз, то есть нужно было быть зажиточным человеком. Вот есть обычные жители, да, обычный, ну, скажем так, просто плебс, да. Есть рабы, есть женщины. Вот из всех этих категорий, если вот вы посчитаете, что при этой демократии в Афинах, да, и в Древней Греции в том числе, все имели право голоса? Нет, право голоса имели только горожане, которые прошли финансовый ценз. Поэтому о какой вообще демократии? О чём вообще здесь говорить? Да, как и в случае с либерализмом. Либерализм – это не политическая система. Либерализм – это общественная мысль. Либерте, да, свобода, равенство и братство. То есть это совсем другое. Монтес Кьёджан, Джак Руссо, Марат – это другие вообще люди. Это вообще о другом, о том, что как бы все при рождении равны. Что каждый равен, даже вот человек, который сидит в Версале и эклерчики кушает, он точно такой же, как и тот, который на улице. И вот здесь, да, вот очень, на самом деле, правильно, когда мы говорим «демократия в Америке», вот Америка, оплод демократии. Да ладно, да вы посмотрите, ну глаза-то раскрывайте. Ну просто, ну посмотрите, насколько там какая демократия. Да, там очень забавная демократия, и я даже не знаю, вот если в это вникать, это логике-то никакой зачастую не поддаётся, то, что у них есть. И поэтому, может быть, нам перестать вот какие-то образцы вот там за океаном себе искать, потому что какие бы они ни были, даже предположим, что они позитивные будут, эти образцы, они всё равно здесь не приживутся. Не приживутся. На этой почве, понимаете, мы можем пальму привезти, вот сейчас на улицу воткнуть там, да, в минус 25, она не будет здесь расти. Ну, как Хрущёв кукурузой всё засадил, и что, собственно, по итогу получилось? Да, даже если и приживётся опять, тут вот тоже известная история, как камчатских крабов завезли в Балтийское море, и они там сожрали всю экосистему местную. Ну, в общем, ничего хорошего из таких вещей не получается. Вот, и поэтому, может быть, действительно, в этом смысле революции, они остались в прошлом. Вот сейчас есть такое понятие популярно-цветные революции. И вот к классическим революциям они никакого ведь отношения не имеют. Ну, возьмём Украину, да. И у меня много было знакомых, которые с энтузиазмом воспринимали то, что там происходит. Говорят, да ты что, ты не видишь, что там демократия будет, там Европа будет. Ну, что там демократия, Европа? Что Украина лучше стала жить? Сокращение населения, обнищание, бесправие, цензура это же. То есть этого больше, чем у нас там. Там больше половины населения уже за чертой бедности. Да. А 10 миллионов человек уехало искать счастье, собственно, за границу. В том числе и в Россию, кстати. Да, ближнее зарубежье, так скажем. То есть Россия, Польша, та же самая, даже там Венгрия, Прибалтика. Ну, цветные революции в Армении, цветные революции, собственно, в Грузии. Армяне, между прочим, во многом благодаря ей проиграли войну последнюю за Карабах. И, в общем-то, я надеюсь, что армянский народ вот это осознает, что... Так они уже это все поняли. Поняли, да, да. Потому что кто их друг, а кто не друг. То есть я что-то не видел голосов Запада в поддержку Армении. Там одна Франция что-то там пыталась, потому что там, видимо, сильное армянское лобби во Франции традиционно. А так ведь все говорят, ООН признала территорию Азербайджана, Карабах вообще-то. И поэтому они должны понимать, что никто им не поможет в этом плане. Вот. И все цветные революции на постсоветском пространстве, Грузию там возьмем, что Киргизия там были попытки какие-то, они не приводят к качественным-то изменениям. Как раз-таки вот это примерство с тем мемом. Это дворец олигарха и дворец олигарха Б. А если кто-то еще из-за этого погибает, ну, как небесная сотня на Майдане так называемая, ну, так я извините, я не хочу глумиться над памятью погибших людей, но они как дураки погибли. Они погибли за чужие интересы. Вот. И в этом смысле никакие они не герои. Ну, тут ведь очень просто. Я вот когда к историкам к своим прихожу, я говорю, так, говорю, дети, там, второй, третий курс. Я говорю, ну, что у вас, говорю, была политология? Да, была. Я говорю, итак, теория циркуляции элит-парета. И тишина. Я говорю, подождите, подождите, подождите. У вас ведь была политология? Да, была, но мы не проходили. Я говорю, это как? Я говорю, вы не проходили. То есть, ну, вот как? Я говорю, вы должны были проходить? Они, правда, проходили, но, собственно, где-то кто-то что-то забыл, опять, как всегда и бывает, да, кто-то что-то не запомнил. А теория циркуляции элит-парета – это классическая, на самом деле, политологическая теория, которая говорит нам о чём? Что вот есть правящая элита и есть другие политические элиты. Контрэлиты, так, как говорят. Да, а снизу находится, как бы, народ. И вот если правящая элита, допустим, там, перестаёт отвечать требованиям времени, либо ещё что-то, да, то есть, она смещается другой политической элитой, либо смещается народом. И в одном случае, как бы, да, эта вот политическая элита, сместившая правящую, превращается в правящую, и даже если народ смещает правящую, то он постепенно всё равно группой становится правящей элитой. То есть, вот поэтому, как бы, и теория циркуляции элит-парета, да. То есть, и здесь ведь, ну, всё-таки нужно как-то трезво это всё рассматривать. Обо всём уже сказано. Мы просто настолько ленивы, что зачастую даже не хотим взять в руки книгу. Дорогие друзья, наша первая программа подходит к концу. Во второй, я вам обещаю, Паша будет говорить больше, потому что, если тут это было моё в большей степени, то дальше, февраль-октябрь, это больше уже его. Вот у нас такое, знаете, разделение полномочий. Мануфактура у нас историческая. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, дорогие друзья, оставайтесь трезвыми, оставайтесь здравыми. Мы с вами услышимся через две недели, получается, да. Всё, спасибо вам большое. Скоро встретимся. Всего доброго. Всего доброго, да. До свидания. Эх, времена.